Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о сообществах живых организмов. Живые существа нельзя рассматривать как независимые единицы. Для существования одного вида обязательно требуется существование ряда других. Очевидно, что для жизни волка требуются как минимум его жертвы, например, зайцы. А для существования зайцев требуются молодые побеги растений, иначе они погибнут от голода. Самому волку молодые побеги не нужны, но без них вымрут зайцы. Поэтому волк косвенно зависит от прироста молодых побегов. А дуб не нужен для питания ни волку, ни зайцу. Но он удерживает корнями влагу, позволяя молодым побегам не засохнуть. А дуб, в свою очередь, зависит от микоризных грибов, снабжающих его фосфором. Такую логическую цепочку можно продолжать бесконечно. Мы придем к выводу, что волку требуются все окружающие виды живых организмов. Если какой-то из них исчезнет, волк будет испытывать серьезные трудности или погибнет. Совокупность сосуществующих популяций разных видов на одной территории называется природным сообществом. Размеры природного сообщества зависят только от интереса наблюдателя. Можно рассматривать микробное сообщество, например, желудочно-кишечного тракта, отдельного животного. То есть объект размером в несколько литров и с разнообразием в несколько десятков видов бактерий. Аналогично можно рассматривать огромное сообщество тропического леса, протянувшегося на сотни километров и вмещающего сотни тысяч видов. При оценке биологического сообщества важны следующие показатели. Видовая структура, топическая структура, трофическая структура. Видовая структура – это описание видов организмов, составляющих это сообщество. Топическая структура описывает, как разные виды организмов пространственно размещаются внутри сообщества. Например, низкие растения размещаются в тени высоких. Животные занимают дупла и норы, а паразиты находятся внутри хозяев. Трофическая структура описывает пищевые взаимодействия внутри сообщества. Существуют продуценты, консументы и редуценты. Продуценты получают энергию в результате фото- или хемосинтеза и синтезируют органическое вещество из углекислого газа. Они представлены растениями и автотрофными бактериями. Консументы поедают продуцентов и используют их готовое органическое вещество. Консументы второго порядка поедают консументов первого порядка. Консументы третьего порядка поедают консументов второго и так далее. Редуценты потребляют останки уже умерших продуцентов и консументов и завершают таким образом круговорот веществ. Примером консументов первого порядка служат травоядные организмы, второго и дальнейших – хищные. Редуцентами являются разлагающие микроорганизмы. Основным свойством сообщества, отличающим его от случайного набора видов, является устойчивость. То есть при постоянстве условий среды структура сообщества остается также постоянной. Любые изменения структуры сообщества пагубно отражаются на его жизни. Например, сообщество луга, потеряв несколько насекомых опылителей, сразу потеряет и те растения, которые размножались с помощью этих опылителей. Благодаря этому изменится, то есть уменьшится, количество травоядных животных. Они в результате меньше станут поедать молодые побеги древесных растений, и лук будет зарастать древесными формами. Таким образом, небольшое первичное изменение в структуре сообщества приведет к его кардинальной перестройке. То есть сообщества — это устойчивые и постоянные во времени группы популяций разных видов, населяющих конкретную территорию. Можно выделить сообщества самых разных масштабов, от сообщества Тихого океана до сообщества ротовой полости. На этом наш урок закончен.